По простому принципу. Их может хватить, если мы потеряем память, примерно минут на сто, и те находятся внутри гли, а так на шесть минут, и дальше выпадение памяти. То есть, второй тезис, нейрон – это гипердинамическая система. Не будете подводить энергию так, чтобы она все время была в избытке. Но из-за чего, собственно говоря, я опоздал сейчас, потому что мы подводили энергию в ресторане. Вот. Собственно говоря, нейроны прекратят свое существование. Стоит перекрыть кислород, это можете поэкспериментировать дома, попросив жену прикрыть вас подушкой. Через шесть минут вы почувствуете, что нейроны перестают работать. То есть, вот эти все фокусы, я вам говорю, чтобы вы запомнили, что нейроны динамической системы, зависят от глиальных взаимодействий. А вот эта проводимость между глии, желтеньким нарисованным, красненьким сосудом и синеньким нейроном, она финальная. Поэтому маленькие системы, это очень важный момент, они не могут так же эффективно работать, как большие. То есть, мозг, мало того, что сложная система, она еще энергетически ограничена. То есть, если вы возьмете калибри, то у нее мозг, отношение мозг к массе тела, к массе мозга лучше, чем у человека, в два раза почти. Но чего-то я даже шахматистов среди калибри не встречал. С чего бы это? Так дело в том, что почти весь организм уходит на содержание этого самого головного мозга. А если она перестает пить нектар, она впадает в торпидность, то есть такой временный анабиоз, в целью оленя которого почти все забывает. Это тоже познавательно. То есть, энергетический обмен мозга, он лимитирован. Бесконечно повышать скорость обмена нельзя, даже с химическими веществами. Ну и самое главное синаптогенез, тот самый синапс, который я начал, который пытаются построить. Их в нейронах довольно много. Я специально вам привожу картинку, это очень хорошая картинка из немецкого университета нейробиологического, в котором на поверхности фрагмента примерно одной четвертой части нейрона, ну здесь и тушка тела внизу видна, показаны синапсы. Этих синапсов в одном нейроне бывает от ста тысяч до миллиона. Каждый синапс — это система проведения. Причем они есть и прямого проведения, и обратное, то есть рецепрокное проведение. То есть, когда один синапс рядом лежащий проводит налево, другой направо. Причем кодирующая система построена из вот этих медиаторов и дополнительных веществ, которые, собственно говоря, и несут содержательную часть этого синапса. То есть берете количество медиаторов, которые могут быть в разных сочетаниях в каждом пузырьке, рассматриваете все синапсы, и у вас готова нейрональная модель. Причем есть и самое подлое во всей этой истории, самое неприятное. О том, что эти нейроны еще обладают морфогенезом. Об этом чуть-чуть позже. А сейчас на основании вот этих упрощенных нейронов, не тех, которые он показывал чудовищные, а сложных, то есть упрощенных математически, и в соответствии с моделью Макао Капица, это, значит, решили строить нейронные сети. Для меня это похоже на плохой анекдот, поскольку, по сути дела, это пороговый линейный классификатор, ну такой, из XIX века, на котором нейроны представлены как точки и стрелочками их связи переходили. Ну и дальше вся эта система немножко развивалась. Хотя в основе все те же самые априорные параметры, которые исключают какое бы то ни было творческое начало. Объясню почему. Потому что ни одна из этих сетей систем не обладает самым главным свойством человеческого, да и животного мозга, о котором будет идти речь дальше. Ну и дальше постепенно элементарный перцептрон, о котором говорили мне, мне рассказывали в школе, значит, превратился в многослойный перцептрон с алгоритмом обратного распространения ошибки. Экоткое достижение. Слегка потушие, потому что оно появилось еще до того, как многие из вас родились. И вот на основании таких убогих подходов, значит, сегодня строятся искусственные нейронные сети. И даже некоторые называют это все искусственным интеллектом. Ну, достаточно вспомнить недавнешнюю книжку, наверняка вы читали. Эта книжка называлась «Эмоциональная машина», значит, знаменитого массачусетского профессора, который написал ее, пытаясь объяснить, почему машины могут обладать эмоциями. Ну, это уже было неоднократно. Ну, и никакого смысла под собой не имеет, кроме желания получить хороший грант. Так вот, эти все искусственные нейронные сети, о которых я говорю, они мало напоминают, собственно говоря, мозг. Сейчас чуть-чуть еще к ним вернемся. Значит, дело в том, что независимо от того, что мы смотрим, ганг для червяка, ганг для горячего любимого кухонного таракана, трусака, мозг хорька или даже спинной мозг крыски, там нигде нету тех нейронных сетей, о которых нам все время рассказывают. И близко ничего подобного. Дело в том, что во всех нейронных сетях, даже которые упрощенно нарисованы справа, это все равно упрощение. Потому что, приведу только один пример, в мозге, например, ни одна структура не работает без прямых проводников. Это что? Ну, это вот кто в советские времена помнит, а может быть и был на современных заводах в США. Знаете, так прежде чем делать объявление, там, Джон Билл, поди направо, поди налево. Значит, там какой щелчок. Щелк. А потом пускается речь. В чем дело? Потому что если неожиданно начать говорить, иди сюда, человек может упасть в станок, он не готов. Для этого нужно предупредить. И в мозге, вот тех нейронных сетей, о которых нам все время говорят, трехслойных, там входные, скрытый слой, выходной слой, на самом деле нет. Там из входа на выход приходят проводники прямые, которые предупреждают и настраивают сеть. Введение такой простенькой системы, просто настраивающего сигнала, радикально меняет даже обработки многих таких уже параметрированных задач. О чем я имел сам возможность убедиться. Так вот, то, что нарисовано справа, это предельно упрощенная система компактизации нейронов. А то, что слева, это реальная картина. Ну и, естественно, каждый нейрон, поскольку у него от 100 тысяч до миллиона связи, то вы сами понимаете, он очень мало напоминает вот эти самые искусственные нейронные сети, о которых считал Джон Маккарти еще в 56-м году, о том, как это будет замечательно, то есть как они будут работать. Ну и методы обучения машинным интеллектом. Но вы сами понимаете, что линейные системы трехуровневые, то есть они проще в 15 раз, чем крыши среднего мозга. У ящерицы, которые бегают сейчас на солнышке, она, конечно, имеет разные способы, значит, самообучения. На самом деле они все сводятся к тому, что у вас, вы подгоняете результат, то есть большой массив данных, вы подгоняете под некий нужный вам результат. И больше ничего. И подгоняете алгоритм. Для узких задач это прекрасное, перспективное направление. Но никакому интеллекту это отношение не имеет. Неважно, что вы будете использовать. Метод ансамблей, метод опорных векторов, метод принятия решений, логической регрессии, или на меньших квадратах, или проверки всей этой герой. То есть на самом деле речь идет о том, что у вас есть алгоритмизированный подход к решению некой проблемы, заранее прописыванный, а с априорно установленными границами, которые, собственно говоря, вы постепенно обучаете для того, чтобы он получал некий результат. Хорошо, это прекрасно. То есть можно настроить так кофеварку, что она будет вас узнавать и варить вам нужный кофе. Но если вы не спохмели и не перекосило вас, значит, как вы знаете, по опыту китайцев, может, и не узнать. Там они частенько ловят киноактрис в качестве террористов. Это широко известно. Мировая литература этим напомнила. Тем не менее, значит, прогнозы были головокружительные. Мне особенно обидно их читать, поскольку к 16-му году уже обещали, объявляю, Blue Brain Project, Human Brain Project, замечательные два проекта. Если бы вы знали, сколько там было денег. Как говорит один мой знакомый, очень малограмотный, диверсский человек, немеримо. Так вот, этих немеримо денег обещали к 16-му году функциональное моделирование человеческого мозга. Так где? Что-то я не вижу, чтобы его носили на копье и показывали всему миру. Прогноз до конца 16-го года, на 17-й. О том, что мы в 17-м году будем видеть персонализацию искусственного интеллекта. То есть, мало того, что он будет создан, это уже дело решенное, было в 16-м году. А в 17-м он будет уже у компьютеров персонализированный. То есть, ваш компьютер будет обладать персональным интеллектом, но, конечно, не хуже вашего. И, ну, про знаменитую эту сказку Тьюринга, о том, что когда вы не будете различать, кто вам отвечает, человек или машина, мол, где-то да и будет искусственный интеллект, это вопрос такой, а какие вопросы собираетесь задавать? Опыт показывается, повсеместного применения, что и псевдоискусственный интеллект, и интеллект в случае буриданного осла, я надеюсь, не надо это пояснять, всегда выбирает странный результат. Или никакого. Значит, ну и последний, это уже, так сказать, полный апофеоз искусственного маразма, построенный на том, что, значит, в InfoWorld, статья 18-го года, о том, что у нас началась конкуренция искусственного и естественного интеллекта и более шире. Кремний или углерод, и, мол, кремний эволюционирует очень быстро, и поэтому наше будущее предопределено. Но, если подходить, подводить некий итог, то, да, действительно, искусственный интеллект, то, что называют, никакого отношения к искусственному интеллекту не имеет. Нейронные сети являются жалкой имитацией, которой ничего решать не будет, кроме узконаправленных, заточенных, отлаженных задач, что не всегда. То есть, на самом деле, сегодня это просто адаптивные программы, которые упрощают жизнь, не более того. И тут я согласен с Хоффманом, который в начале этого года написал очень хорошие слова о том, что нейронные сети, созданные с помощью машинного обучения, ничего не понимают. Это полезные программы, которые могут выполнить узкие задачи, к которым они были подготовлены, и все. То есть, иначе говоря, на сегодняшний день те подходы, о которых мы говорим, имеют некоторое отношение к морфогенезу в растительных организмах. То есть, примерно, с известными оговорками, в 70% случаев мы можем предсказать вот такие морфогенетические взаимодействия урастилы, но не более того. А что же у нас есть в активе? Что мы можем ожидать? А вот актив сейчас посмотрим. Дело в том, что не надо строить нейроны, не надо строить искусственные мозги человеческого типа. Нужно использовать совершенно другие подходы, о которых пока, к сожалению, приходится помалкивать. То есть, в чем дело? Дело в том, что если мы вернемся к нашим картинкам и посмотрим, кто с кем конкурирует, то выяснится одна очень неприятная для кремниевых систем особенность. А именно, дело в том, что нейроны работают не так линейно, как представлялось еще в недавнешнем прошлом. Кстати говоря, вот здесь вот нейрон-пиявки, это так, для любителей моделей нейрональных сетей, у которых два аксона, а не один. Ну и как ваша сеть? К сожалению, эта сеть будет работать очень своеобразно. А таких вещей в животном мире довольно много. Но самое главное не это. Самое главное, что принятие решения, особенно озарение, инсайт, понимание происходит не за счет передачи электрических сигналов по готовым проводникам. Я в юности всегда издевался над физиологом. Я говорил, у вас все связи уже готовы, значит, все мысли предусмотрены Господу Богом. А если не все, то как же ваша активность? Как вы это объясните? Оказалось, все намного проще. Оказалось, что все наше мышление, особенно творческое, усвоение нового материала и даже глубокое запоминание, оно построено на морфогенезе. Не электрическая передача сигнала, а образование новых синаптических контактов между нейронами. Каждый нейрон, у нас только в Кореях, от 11 до 19 миллиардов, образует каждый день 2-3 связи с другими нейронами. Новых синапсов. Тот самый, с которым я начал свой доклад. И 2-3 разрушает. Поэтому вся наша память динамическая и все, что вы помнили раньше, оно совсем не такое на самом деле. Потому что вы творческий, поскольку мозг у всех сидящих в зале абсолютно индивидуален, более уникален, чем отпечатки пальцев. Вы пересделываете вашу память. Почему? Потому что это активный процесс. И инсайт, озарение происходит по тем же причинам. То есть вы думаете, например, о какой-то проблеме. У вас задействованы зрение, слух, обоняние, осязание, в вашей памяти. Вы не можете решить проблему. Вы не можете ее решить день, два, три недели. Но если вы все время к ней возвращаетесь, вы в конце концов сделаете что? Повысите уровень метаболизма этих областей мозга. Нейроны станут больше есть. И в конце концов наобразовывают этих самых синапсов, которые, еще раз подчеркну, случайно замкнут связи между этими событиями и выбрали эти, ну как же, все так было просто. Какой же дурак я был, что не понял этого. Вот наконец-то до меня дошло. Вот это вот наконец-то до меня дошло, или я понял, как это устроено, я понял, как там что сделать. Это и есть процесс морфогенеза, сновидление новых сетей связи, которые до этого в вашем мозге отсутствовали. Вы связали события не с помощью сигналов. Они потом побегут по этим связям. Да, конечно, информационные, все потом расширится, и вы слушаете целую теорию, или там целую программу напишете. Но вот само озарение, сам процесс вот этот, это процесс морфогенетический. И долговременная память. Все вот еще раз с этим сталкивались. Вы учите что-то важное, нужное, какие-то алгоритмы запоминаете, приемы программирования. Ни черта не запоминается. Ужас какой-то. Вы выходите за дежурным бутербродом на кухню, там кто-то смотрит телевизор, взрослых, вы смотрите в этот телек и запоминаете идущую там муть на всю жизнь. Вы возвращаетесь к компьютеру, проклиная себя, потому что у вас в голове сидит эта пакость, которую вы не хотели запомнить. Но вы же поступили самым подлым образом. Вы накормили свой мозг, поставили ему задачу для запоминания. А потом пошли и подменили творческую деятельность бутербродом и тещей. Это результат налицо. То есть вы запомнили то, что нужно. И у нас у каждого в голове сидит куча такого безобразия, от которого мы годами избавиться не можем. А что на самом деле? А на самом деле вот эти самые нейроны образовали большое количество синаптических контактов, потому что, когда вы думаете, иногда образуется коллотераль, там по 40, по 50 синапсов. И в этот момент, если в этот момент вы что-то восприняли, запоминаете на долгие-долгие годы. Поэтому любое изучение любого процесса требует очень напряженной затраты большого времени и сил. Потому что это активный мульфогенез. Когда уже запомнили, то у нас понятно, почему я не догадался раньше. Но на самом деле вы заставляете мозг всю жизнь образовывать и разрушать свои отростки. Цена вопроса очень дорогая. Вы забываете очень важные вещи, очень многие, зачастую навсегда, потому что это физическое запоминание. В виде вот этих связей. Пока сигнал по ним бегает, пока вы едите, все будет хорошо. Как сигнал прекратился, через 6 минут начинают выпадать зоны памяти. Соответственно, в разных частях мозга по-разному. Значит, вот это так и происходит. Собственно говоря, здесь иллюстрация. С одной стороны здесь примитивное забывание и запоминание забывания. Образовалась новая связь, ушло в долговременную память. Образовалось то, что слева. Мы тысячи таких связей запомнили на всю жизнь. Особенно, как вы знаете, хорошо вспоминаются обиды. Там кто-то во внарбе наступил, кто-то клюнул в кофе, кто-то еще что-то сделал такое. Кто-то обидел или оскорбил как-нибудь в интернете, особенно за когристо. Вот это надолго. Почему? Потому что конкурентное поведение, мобилизация инстинктивно-гормональных форм, поведение, о которых мы поговорим, как об основном приемнике цифровизации в нашей голове. Это отдельный разговор. Но тем не менее, вот такой механизм связи. Но долго поддерживать что-то не нужно и не будет. Если у вас какое-то воспоминание не востребовано, очень быстро запоминается. Потому что, сами понимаете, на то, чтобы образовать связи, в связи нужен белок, жир, углеводы, синтезировать рецепторы. Дорогая вообще вся штука. Дорого стоит. Напомню, что мозг, сейчас об этом будем говорить, он потребляет при весе в 1,5 массы тела, потребляет в случае нагрузки до 25% всей энергии вашего организма. Дорогая игрушка, с ней баловаться нельзя. Поэтому есть специальные механизмы, чтобы вы никогда не думали и не пытались. Об этом тоже поговорим. Ну и когда то, что я говорил про озарение, инсайд, понимание и прочее, это когда блоки. Когда блоки нейронов поддерживают некую информацию, то есть память, вы бахтите, как дизель в Заполярье пытается это свести в одно единое целое, ничего не получается. Потом связи через неделю вырастают, образуются контакты, и вот на нижней справа образуется объединение блоков или озарение, инсайд, понимание. Иногда даже переоткрываете то, что было давно известно, просто вы об этом не знали. Значит, а вот как раз то, что останавливает нас от этого процесса. Сидящий справа оливковый бубуин имеет все признаки нас с вами. То есть наружные половые органы, у всех приматов они торчат. Значит, и он занят самым святым. Он украл бутерброд, его поедает. Собственно говоря, вот вся жизнь в одном кадре. Он смотрит на процесс, который регулирует работу как раз его мозга. В чем дело? Значит, мозг никогда не выключается. Спите вы, подорствуете. То есть существует проблема с нервной системой, которая говорит о том, что у нас есть минимальный порог метаболизма. И он достаточно высок. 10% от всей энергии организма. И когда девушка падает в обморок в душном помещении, там, в автобусе, в метро или еще где-то, то это просто-напросто отключает свой ничемный мозг, потому что зачем? Я думаю, когда он потребляет 30% кислорода, может все остальное спасти, а мозг пусть полежит тихо. Собственно говоря, это происходит. То есть это очень дорогая штука, которая нам очень дорого обходится. Поэтому мы ненавидим, когда она работает. Кроме этого, есть динамические компоненты. Вода, электролиты. Ну, те проходят там в чистом виде, через мозг не будет электролитов, не будут работать нейроны, проводимости не будет. Белки, углеводы. Вот тут у нас проблема. То, о чем я уже упоминал. Энергетические ограничения у нас очень велики. Быстрее думать, чем напряженный человек думает. Он не может. Усилить никак нельзя. Специальными средствами лучше не надо. Вход в рубль, выход в три. Будете выходить в четыре раза дольше, чем вошли в нужное состояние с помощью химии. Поэтому используйте просто рационально. Потому что белки и углеводы, и жиры переносятся в мозг активно. Каждая из них должна клетка глиальная распознать и передать в мозг. Почему? Потому что есть еще одно свойство очень пакостное, о котором я не люблю говорить, но вынужден мозг для нашего тела и народный орган. То есть, если когда-нибудь до вашего мозга доберется ваша иммунная система, то вы можете спокойно засекать время. Через шесть часов, если это пробой будет массовый гематоэнцефалического барьера, аутоиммунизация и смерть. То есть, мозг и народное тело, и поэтому на всем своем протяжении и мозг, и нервы периферические мы защищены от собственной иммунной системы специальным барьером гематоэнцефалическим. И отсюда проблема энергетическая. Я к чему это говорю? Потому что нужно перетаскивать через этот барьер огромное количество еды. И здесь сразу же возникает прекрасная возможность побездельничать. Поскольку у нас ограниченный запас метаболитов, мозг это активная система, которая активно работает. И самое главное, что разные участки мозга еще меняются в зависимости от нагрузки. Если вы думаете, что подтягивая штангу вы будете тренировать ассоциативные области, вы глубоко заблуждаетесь. Нет только те области, которые управляют двигательно-моторной координацией. Ассоциативные будут вступать в аморазм медленно, но неизменно. Потому что мозг умудряется и здесь сэкономить и отрегулировать работу так, чтобы работали только востребованные области. То есть экономия энергии. Ну и в результате финал всего этого мозг при всех его достоинствах, о том, что он прекрасная машинка, ограничен и энергетически, и метаболически, о чем, собственно говоря, мне и хотелось сказать. Значит, вот, вот, собственно говоря, работа энергетическая зависимого мозга. То есть от сосуда, от красненького, через зелененькие глянные клетки проходит вся энергия, большая часть кислорода, ну и немножко воды через мембрану. Когда рисуют вам отдельный нейрон, глядящий где-то в пространстве, это глубокое вранье, там все забито плотненько, там негде лезвие бритвы засунуть, микронные расстояния между всем мозг, это монолитная система, построенная из мембранов, проводников, синапсов и нейронов. То есть ничего такого нет. И при этом метаболизм меняется, меняясь локально, он еще зависит от размеров нейронов, числа нейронов и количества участников процесса. У грызунов, например, метаболизм в нейронах кармеш, чем у человека. Странно и смешно, но тем не менее гений в среде них нет. Но они в маленьком объеме решают чисто адаптивные задачи. Значит, итак, у нас нам не надо прерваться, никто мне не подскажет. Нет? Хорошо. Тогда мы продолжим, может быть, будет время какое-то для вопросов. А вот теперь важнейший компонент моего рассказа. На что направлена, собственно говоря, биологическая цифровизация? Дело в том, что биологическая цифровизация, мы выкармливаем страшную систему. Вот у меня есть наверху написаны какие-то странные слова, лимбическая система. На самом деле это то, что досталось нам с вами от обезьян. То есть вот эта вот лимбическая система присутствует у всех млекопитающих на этой планете и у нас тоже. то есть что это такое? Это центры, которые регулируют инстинктивно-гормональные формы поведения. Они не обязательно врожденные, то есть речь идет о том, что это механизмы инстинктивно-гормональные, а врожденные вещи это дыхание, пищеварение, питание, там очень маленький набор. Остальное мы приобретаем в процессе жизни. И социальные инстинкты запоминаются нашим организмом в процессе созревания и воспитания родителей. Мы, собственно, продукты социальной эволюции. Но лимбическая система это наше наследие животное, поэтому люди размножаются. Что туда входит? Половые центры, центры агрессии, если переводить на язык психологии. Это не очень верно, но допустим. Центры, в том числе контролирующие социализацию, там и лобные области участвуют в этом деле. Это те самые инстинктивные рефлекторные механизмы, которые включаются у вас каждый раз на любое раздражение. Это хороший механизм. Да, очень многие животные, бывают и люди такие, которые бегают по стране со спущенными штанами, вполне гарантируют репродуктивное воспроизводство вида. То есть ничего плохого в этом нет. Но это инстинктивно-гормональная регуляция поведения. Это значит, что если ты видишь, что сосед ест, а ты не ешь, тогда нет. То есть совершенно животный подход. И стратегии поведенческие, репродуктивные, и все остальное. И вот эта система, она чем хороша и чем уникальна, она достается нам запросто по наследству. И она подкрепляется. Вот в этом самая страшная вещь выбора человеческого мозга, того или иного решения, чего в общем в компьютерах пока достичь не удалось. То есть, если вы соблазняете чужого мужа, чужую жену, воруете еду, деньги, программы, продаете их как свои и прочие-прочие удовольствия, которые все те самые грехи, они поддерживаются тем, что внутри мозга через вот эти системы у вас вбрасывается необходимое для полного удовольствия количество канабиоидов, опиоидов, эндорфинов, ну и окситоцин и много чего еще другого полезного и приятного во всех отношениях. То есть, что получается? Вот это обезьяние принцип эволюционной конкуренции, биологической конкуренции, он лежит в нашем мозге, является половиной нашего сознания. То есть, когда любят говорить эту поговорку «все, чего нельзя, приятно и очень хочется, запрещено законом». Вот примерно это об этом. То есть, у нас, с одной стороны, одна часть нашего сознания – это наша олимпическая система, которая имеет подкрепление с помощью вот этих веществ. Почему? Да потому что она очень маленькая, она занимает десятую часть, унаследованного от приматов, и когда она включается, ваш мозг экономит энергию. То есть, вы спокойненько продолжаете жить по биологическим законам, подкрепляя себя вот этими соединениями. Это, кстати говоря, и уход в теологию, и во всякие верования, например, верования там в питон, некоторые в питон верят, программы. Кто-то там в ассемблер пытается верить, остервенело, кто-то еще во что-то. Неважно, как это называется, религия может быть любой, от молекулярно-генетической парадигмы и кончаясь после упрограммирования. Как только вы предлагаете готовый алгоритм поведения, вы тут же получаете инъекцию каннобиоидов, которые вырабатывают в ваш собственный мозг. То есть, любой отказ от мышления поощряется, любая деятельность, сопряженная с работой мозга, наказуется, потому что этой системе противостоит другая. Противостоит другая. Та самая, о которой мы иногда думаем, вопреки нашим глубоким человеческим желаниям. А именно, значит, вот неократикальная система, контроль, это то, как раз, что у нас любят рисовать с бороздыми извильными, и, значит, эта поверхность неокортекса. Вот именно в этой поверхности неокортекса, в шестислойной коре, вот которая здесь видна, она всего около 5-6 миллиметров, вот в этой самой коре располагается те 11-19, в зависимости от размеров головы, миллиардов нейронов, которыми мы и принимаем произвольные решения. Это не то, что гормоны выбросились, пора идти размножаться. Нет. Это когда вы себя заставляете делать что-то разумное, доброе, вечное, вам приходится заставлять работать вот эти самые 11-19 миллиардов нейронов. Легко это сделать, это архи-сложно. Мозг сопротивляется как может, потому что ни канабиоидов, ни опиоидов, ни эндорфинов, ни окситоцина вы не получите. Скорее, наоборот, вы все прекрасно знаете, что работают механизмы вытеснения разумного поведения. Но кто из вас не начинал что-то учить сложное, хорошее? Вы тут же знаете, что вам тут же хочется? Пойти помочь маме, жене, бабушку перевезти через дорогу, приготовить поесть, убрать давно немытые, протереть пыль над любимым компьютером, а прочее, всякую глупость. В чем дело? Мозг защищается как может. Это называется смещенная активность для того, чтобы вы только не думали. Все что угодно, даже в магазин можно сходить, но только не думать. И никаких прелестных каннабиоидов, опиоидов вы не получите никогда. Скорее, наоборот. Тут же захочется есть, в туалет, еще что-то, новые дела неожиданные. То есть, мозг защищается от расходования энергии, которую, я еще раз подчеркну, мы можем доходить до 25% от всего организма, как может. И защищается удачно, судя по результатам, того, что я вам рассказывал, что там лучшие модели нейрональных конструкций 65-го года. Значит, с 65-го года никто не напрягся. Ну, вот это как раз очень поучительный пример. То есть, есть основания, поскольку вот это творческое мышление наше, то, что мы пытаемся получить от компьютера, оно требует колоссальной энергии, 80% массы мозга. Именно вот эта вот большая кора и потребляет то самое чудовищное количество энергии, которое нужно для мышления. Поэтому он работает в этом отношении как компьютер. То есть, он нужен не для того, чтобы все время работать. Он, во-первых, не может работать на полную мощность, потребляя 25% энергии. Только две недели, примерно. Дальше метаболизм там меняется, и нужно принимать экстренные меры. То есть, на диван, с подушкой, там, с книжечкой, и все такое. А вообще, в целом, он сопротивляется этому, потому что приспособлен к решению биологических задач. То есть, вы включаете его как бы в розетку, решаете задачу, и тут же выключаете, то есть, на подушку. Вот тогда мозг доволен, но для этого, собственно говоря, и формировался для решения сложных биологических задач, о чем у меня есть специальные книжки. А сейчас у нас получается баланс. То есть, в чем дело? Дело в том, что с одной стороны, значит, цифровизационные причины примитивизации, они построены на вот этой самой лимбической системе, о которой я вам только что говорил. То есть, та самая, которая маленькая, потребляет малой энергии, но зато вырабатывает много гормонов полезных и приятных. Так вот, как раз цифровизация, это направлено весь на механизм создания иллюзий знаний, доступности информации и персонифицированной значимости никчемной личности. То есть, с помощью интернет-систем и всего остального вам очень удачно внушается. А мозг это очень хорошо, он тут же канабиоиды в ответ вырабатывает, все хорошо. Он как раз вам создает иллюзию, иллюзию доступности информации, которой на самом деле нет, иллюзию вашей персональной уникальности, которой тоже нет, поскольку вы все загнаны в рамках тех самых убогих нейросетей, о которых я говорил, как максимум. Ну и самое главное, что суть-то всего развития компьютерной техники направлена на лимбическую систему. У нас лимбическая система приемник сегодняшней цифровизации. Вы вот не помните, а я помню эту замечательную картину, когда машинистки во разных организациях криком кричали, что им компьютеры не нужны. Почему? Потому что они-то уже объясняли, у них вот видите, какие длинные когти, им неудобно, клавиатура не такая удобная, как на машинках. А теперь мы едем, я иду в метро, я вижу, как там такие ахтястые работают на двух айпадах одновременно, строчат. Ничего не мешает. А в чем дело? Потому что направленность на лимбическую систему, это что? Каждый новый телефонный звонок и смс увеличивает что? Эффективность репродуктивных контактов. Замуж девушку хочет. Или нового найти. Не важно. То есть речь идет о том, когда цифровизация направлена на самые примитивные человеческие желания, не надо никого ни к чему заставлять. Прекрасно. Люди сами тратят огромные деньги, покупая эти электрические тыкалки, потому что они решают с помощью их биологические задачи. А в ответ, представьте, как чудесно, канапиоиды, а пиоиды, что может быть лучше? Вот это бизнес. То есть тут уж ничего не поделаешь. Это прекрасный бизнес. То есть таким образом поощряется на самом деле глубинные биологические механизмы построены на трех вещах. Еда, размножение и доминантность. И отсюда зависимость. Посмотрите, если раньше книжки читали, сейчас все тыкают в эти штуки. Но там же фильтровано и все, господа. Там все организовано так, чтобы вы возвращались к лимбическим системам. Поэтому проверяйте себя каждый вечер, может быть уже хвост стал расти и, кажется, получаете это удовольствие. Потому что, к сожалению, удовольствия у нас от разумного, от затрат интеллектуальных усилий очень мало. Скорее, наоборот, беспокойство кишечной. Могу сказать, перечислить. Интенсивная интеллектуальная деятельность вызывает первое разрушение зубов, потому что там меняется лимфатический проток. Различные желудочно-кишечные проблемы от язвы, гастрита до прободения язвы. хронические заболевания, в том числе алкология. То есть любое отвлечение от светлого обезьянного пути, предлагаемого у нас в лимбической системе, а не этой мерзкой корой, которая возникла совершенно другим причинам, нас по глупости ведет к гибели. То есть таким образом даже если корой посмотреть в целом как соотношенный баланс между лимбической системой и неокортексом, это двойственность нашего сознания. То есть вы сегодня думаете вот это бы я хотел сделать, но не буду. А вот это надо до зарезы делать, но тоже не буду. Вот надевать лучше всего. То есть вот этот баланс между надо и хочу на самом деле построен на двух системах и современная цифровизация обращается к сожалению к самой низменной ее части. Но отсюда следствие. Значит в чем дело? Значит снижение и дети развиваются тыкуют пальцем. Ну что снижение биологических критерий созревания неокортекса. То есть зрелость неокортекса достигается к 25 годам более-менее интенсивно до 7 лет. Очень интенсивно. А здесь что? Биологических критерий нет. Ну что он там ошибся? Его застрелили в компьютерной игре три раза он вечно живой. Критерий нет. Он пошел во двор подрался два раза фонарь под глазом поставили тут бы неокортек стал бы развиваться. Надеюсь понимаете что сейчас подумает как там бросаться на взрослого дядюка. Дальше разделение физиологических интеллектуальных функций человека. Это самая большая катастрофа. Иллюзия того что у вас есть доступ к информации иллюзия того что у вас есть готовые решения обдуманные умными дядьками является ложкой. Задача создать эту иллюзию и тогда человек превращается в свою приставку. То есть как я здесь называю гомопады приставка своему айпаду. То есть интеллектуальная часть в айпаде а репродуктивная но самая приятная длительная значит у человека остается. Мне кажется это не очень хорошо потому что перспективы очень печальные потому что в этом случае сама цифровизация выступает как процесс биологической эволюции. А это очень плохо потому что эволюция это всегда целенаправленное избирательное уничтожение части популяции. Уровень избирательности в данном случае будет достигаться с помощью компьютерных систем искусственного интеллекта как бы там не крестить это все. И это очень опасно. То есть здесь есть опасность что в один прекрасный момент этот биологический процесс начнется и остановить его нельзя. Он уже начался. и поскольку в его основе лежат фундаментальные биологические системы социального отбора и искусственного отбора что еще хуже то это приведет конечно к изменению в том числе и популяционному. То есть вот это очень печально но это неизбежность то есть поскольку перспектива целенаправления избирательного искусственного отбора построенная на массовых айти иллюзиях айти убежденности и прочее и прочее то что вам навязано умелыми людьми я вас уверяю значит это может привести к очень печальному биологическому финалу. Ну это вот то что я вам хотел рассказать а к тому что-то там интересно там у нас есть книжки такие нищета мозга не принимайте на свой счет значит церебральный сортинг как-то эволюирует и морфология сознания о том как мозг у детей развивается внутри утробы матери и потом что не надо им оркестр Большого театра заказывать потому что просто глухие там это всякие тоже интересные подробности но я надеюсь через несколько лет будет и ответить поэтому я готов услышать ваши вопросы если они есть давайте как-то произносите микрофона то есть отдельная тема пока с микрофоном отдельная тема это цифровизация вообще это компьютерная шляга о которой мы говорим здесь как она действует в системе человеческого отбора искусственного дело в том что мы уже где-то 50 тысяч лет есть микрофоны 50 тысяч лет ведем очень интенсивный искусственный отбор просто сами себя уничтожаем то есть мы же и кролики мы и экспериментаторы все в одном флаконе но просто мы этого не понимаем и вот воины мировые воины остальное это смена систем искусственного отбора то есть он революция идет и все интенсивнее вот как раз компьютерной технологии я сам очень широко пользуюсь и даже щипцами как вы понимаете менял лампочки в стреле поэтому я такой похож на динозавр здесь среди вас но это была другая эпоха к сожалению усиливает скорость этого самого искусственного отбора он становится все более бескомпромиссный еще более жестокий и самое главное незаметный потому что никто не осознает вы знаете как маразм он начинается незаметно то есть постепенно так но потом раз и на тварь начинают смеяться дети вот примерно то же самое происходит и здесь то есть испуголь незаметно причем я вас уверяю никакого мирового заговора нет это естественный биологический процесс другого способа эволюции человечества не придумано и поэтому опасность в таких новых подходах новых технологиях огромная и мы должны их контролировать я вас уверяю никто нас вот здесь много обсуждался я думаю что никто нас не отключит от этого интернета международного потому что это механизм искусственного уничтожения нас самих то есть это настолько эффективно что отказаться от этого что с одной что с другой страны довольно глупо поэтому биологические процессы можно модифицировать но их нельзя останавливать а вот то что мы видим в компьютерных технологиях мы с вами видим интенсификацию искусственного отбора это понятно и причем этот искусственный отбор идет по мозгам микрофон первый вопрос да давайте здравствуйте спасибо большое за доклад вы рассказывали про вы рассказывали про то как мозг потребляет много энергии ну вот программисты очень любят я глухой как пень а все ну программисты очень любят кофе хотелось просто узнать что происходит с мозгом на низком уровне когда ну так сказать на низком уровне когда мы выпиваем кофе то есть что происходит как кофе как кофе на программистов влияет хорошо кофе влияет потому что можно программиста заставить дольше работать если поставить хорошую кофеварку я кстати однажды так и сделал вот и получается отлично хорошая кофеварка поскольку программист хорош пока молодой понимаете значит здесь надо интенсивно ставить кофеварку хорошую а что будет с его сердцем после 35 нас уже не волнует поэтому с точки зрения работодателя кофеварка это хорошо с точки зрения того чтобы дожить до пенсии то это не очень надо дозировать постарайтесь заменить высокоферментированным чаем то есть чуть-чуть можно в день там пару чашек не вредно если конечно вы не дикий итальянец там вы можем больше ну вот а так постарайтесь все-таки не злоупотреблять сердце после 35 начнет сказываться сейчас нет пока еще наслаждайтесь да давайте вопрос по вашему мнению в какой момент появляется сознание я просто смотрю книжку у вас из-за спортовогии о сознании когда включается сознание как оно включается для чего а понимаете сознание вот это как к вопросу о компьютерных о искусственном интеллекте если искусственный интеллект чтобы ты подошел к туалету тебя познали как мужчинку и дверь открылась на этом уровне искусственный интеллект будет работать прекрасно то есть у ребенка когда он там подражает там говорит иногда китульные фразы философские даже целые он копирует его и говорить кажется что на самом деле более-менее сознание то что мы понимаем то есть сознание это что это способность делать то чего не было в природе и в обществе в чем делать осмысленно понимаете а дети там под гормонами в момент плавного созревания могут писать гениальные стихи это что сознание да нет это биологическое гормональное созревание то есть сознание осмысленность это когда ты сможешь абстракироваться грубо говоря от своей собственной пиписки вот тогда начинается сознание а все остальное это еда и доминантость и разгношение когда я утром просыпаюсь включается сознание что что когда я утром просыпаюсь сознание включается Когда что ночи вступает? Когда мы просыпаемся утром, сознание включается, а ночи вступает. Нет, сознание у вас вообще не старается включаться никогда. Дело в том, что если для жизни вам достаточно набора алкоголизированного компьютера, набора действий, то сознание включается тогда, когда вы проснулись утром, у себя дома, все в постели, хорошо. Но вы видите, что у вас не жена рядом с вами. Вот тогда включается сознание. Вот начинаешь решать. Сознание включается тогда, когда биологически возникает проблема, с которой вы раньше не сталкивались, и вы ее вынуждены решать. Хорошо. Связанный вопрос последний. Ваше определение сознания, как вы относитесь к теории функциональных систем, например? Теории функциональных систем, ну как? Это спаривание, неудачное, теории функциональных систем, с моей точки зрения, это неудачное спаривание Ивана Петровича Павлова с Клодом Бернаром. Значит, детей не получилось, вот. А теория функциональных систем хороша тем, что она объясняет все задним числом, но никогда передним. То есть, как в старом анекдоте. Если бы я был таким же умным, как моя жена потом, вот теория функциональных систем исчерпывает полностью этот подход, поскольку это натурфилософское умозрение, построено на известных вещах с теорией обратной связи, которая используется во всем компьютерном программировании давным-давно, и рефлекторная теория Павлова, поскольку теория обратной связи – это общефилософское направление, теория рефлекторная дуга Павлова, простите, это атомистическое упрощение работы мозга до предела. Ну, как философское течение, да, конечно, а как научный метод – нет, никогда им не было. Я отношусь к этому хорошо с философской позиции и не как с научной. Сергей Вячеславович, вопрос вот такого плана. Я согласен, что происходит с эволюцией, что с тем, что она идет сейчас. Есть много стереотипов, что у детей это называется криткое мышление, что они глубее, чем мы будем, и так далее, и так далее. Нет, нет, они не глубее, они выгоднее, чем мы. Вы же изучали, как интегралы брать? Изучали? Да. Ну, все, они блоками будут моделировать это все. Они просто мозг так устроен, что если ребенок может под партой нажать на телефоне таблицу умножения, вам придется его несколько раз как следует выдрать, для того, чтобы он стал это делать в голове. Мозг ему запрещает. Он там уж нажал под партой, ему канабилует. У меня как раз в связи с этим связан вопрос. А это вообще нужно? То есть, понимаете, мы тратили там 10 лет, вот я сам отличник, да, 10 лет вот там изубрили эти книги и так далее, и так далее. Пока не было интернета, это было эволюционно оправданно, потому что там библиотеки были не всегда, книги под рукой не было и так далее. То есть, сейчас мне кажется вам, что дети, они как раз смотрят процесс эволюции, как всегда, он разумен, оправдан. Он не разумен, нет, 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 он оправдан, но не разумен. Для эволюции, понимаете, важно, чтобы было потомков очень много, и они хорошо ели. Все. А у детей то, что вы говорите, да, конечно, они экономят на работе собственного мозга. Но если бы они этот самый мозг использовали хоть для чего-нибудь еще, проблема-то в том, что вас не столько образовывали, учили там интеграл брать, сколько вас приучали к инструментам, к мозгу, как к инструменту для пользования. А у них с легкостью большой, кстати, глубины практически нет. Я преподавал очень долго в высшей школе, ко мне когда стали приходить ЕГЭшники, я просто ушел. Потому что они, да, все хорошо схватывают, они быстро в интернете все у нас входят, для экзамена могут неплохо подготовиться. Понимания нет, потому что понимание это пользование мозгом. То есть образование нужно не для того, чтобы сумму знаний дать, это важно, нужно, когда необходимо. А еще для того, чтобы научиться пользоваться мозгом. Понимаете, иначе получается не наука, а научная популяризация, то есть имитация научной деятельности. Не программирование, а там вы берете блоками. Я специально, перед тем, как все, поехали, посмотрят, как программироваться, мамочка. Меня бы выгнали бы просто. Какой ассенблер? Там берется блоками все, это лепится. Человеку можно обучить за полгода это делать. Причем программирование-то? То есть вы считаете, что общий уровень интеллекта будет падать и соответственно... А это выгодно с биологической точки зрения. Для эволюции ум не нужен. Нужен совсем другой орган, намного ниже, который располагается. И эволюция безнравственная, моральная, ей все равно вообще. И вот ужас, я пытаюсь донести тот ужас, который испытываю сам. Ужас в том, что имитация разума, имитация научного подхода, имитация доступной здесь информации, доступность бигдейта, а на самом деле за этим ничего не скрывается. Это очень поверхностная вещь. Это позволяет тем, кто, не дай бог, затруднился управлять эту систему, вот так на щелчок в этом проблеме. Можно еще один вопрос? Давайте. Как вы считаете, синдром Аспергера это болезнь? Что, что? Синдром Аспергера это болезнь, либо это, скажем так, какое-то эволюционное, ну, тоже вариант. Нет, это болезнь. Болезнь. Спасибо. Давайте еще. Спасибо за интересный доклад. Вопрос такой. Если вы говорите о цифровизации у человека, как биологического вида, вот сейчас очень сильно развивается дополненная реальность, виртуальная реальность. Прокомментируйте, пожалуйста, как вы... Какие, какие, извините? Дополненная реальность и виртуальная реальность, технологии. Как вы прокомментируете популярную гипотезу, что рано или поздно человек начнет жить в симуляции виртуальной реальности? Оправдано ли это экономически, биологически? Как вы к этому относитесь? Да, вы и сейчас живете в симуляции. Вы посмотрите, сколько народ порнушку смотрит. Я имею в виду на 100%. А это что? Это все одного поля ягодки-то? Нет, конечно, трудно наесться там виртуальной колбасой, я согласен. Но симуляция идет, потому что вам доступна база данных, вам доступна жизнь богатых людей. Приматы, как известно, переносят. Есть система переноса такая. Но все-таки это не большая часть нашей жизни, а вот именно на 100% перемещающих людей. Ну, на 100% вряд ли, потому что у нас индивидуальная изменчивость мозга очень велика. Это раз. Всегда найдется подлец, который что-нибудь испортил. Ну, вот это одно. Просто у нас, если бы здесь в зале сейчас бы сидели люди, которые бы тело отражало индивидуальную изменчивость мозга, но сейчас бы, во-первых, здесь бы пару человек не поместилось по вертикали. Питок по ширине. Понимаете? Изменчивость мозга. Если бы мы видели, что у нас там, это был бы ужас. То есть у нас индивидуальная изменчивость превосходит видовые различия. Это ужас. У нас внутри мозга у одних есть некоторые структуры, а других нет этих структур вообще. Поэтому тот, кто придумает эту систему, вот, виртуального слияния, так сказать, жизни виртуальной, мало что получится, потому что слишком великая изменчивость – это залог нашего биологического выживания. А интеграция, вот еще часто там компьютеров с человеком, вы меня измените. В 2000 году я был в качестве эксперта на одной международной конференции по нейропротезированию и по нейрохирургии в Европе. Уже тогда, на дворе 2000 год, там, вы понимаете, Z80 – основное достижение в медицине, там, от кофеварки процесса. Уже вполне их золотили кончики, вставляли в слуховое, распарывали полбашки, вставляли в кахлярное ядро, выводили сюда датчик звуковой под кожу. И вот была интеграция. И обучали. Можно, ну, кое-какие звуки человек слышал, который вообще никогда не слышал. То есть вот такая интеграция протезирования, конечно, будет развиваться, и в этом есть перспектива, поскольку мозг, напомню вам, это барьерный орган. То есть, ну, в то можно и гвоздик засунуть, он там приживется. И все, что хотите. Вот это будет развиваться, это интересное направление. А вот так, чтобы полностью виртуальное, для всех не получится. Сначала придется всех под гребенку сделать одинаковым, а потом только виртуализировать. Это сложно. Да, давайте еще. Добрый день, Сергей Вячеславович. Такой вопрос. Вы рассказали о том, что у нас включается лимбическая система, либо неокортекс. А какая часть мозга принимает решение, что включать? А, что включать, ничего они принимают. Они между собой борются. На этом построены все религии в мире. Вам говорят, с одной стороны у вас ад, ну, это то, чего хочется, а с другой стороны у вас рай. Это когда надо все отрезать. Понимаете, да? То есть это вечная борьба. Если у вас, ну, представим себе, вот сейчас пришла весна, прогрелись семенники, яичники, вы вышли на улицу. Ну, чего вы смеетесь? Не так, что за зиму все замерзли, а теперь, значит, отогрелись. Вон, юбки такие, вот, все без шапок и прочее. Значит, у вас включается гормональная регуляция, суточный день удлинился, значит, половые гормоны вырабатываются, они начинают у вас так потихонечку, иди сюда, пора размножаться. И, значит, начинается, из гормонов много выбрасывать, стол удержу, нет. Вот, а если вы с этим боретесь как-то, начинаете говорить, ну, что ж, ну, надо хоть институт закончить, прежде чем возможности. И мама говорит то же самое. То есть начинает неакорд, так сказать, надо вот это делать. Вот это вечная борьба, потому что, если полностью отдаться на волю лимбической системе, то, ну, вы знаете, у нас есть такие артисты, там, в перьях, астразы. Можно наоборот, значит, можно полностью рассудочно, ну, пожалуйста, у нас есть математика неизвестная, которая чисто рассудочная вещь. И то, и другое плохо. Человек все-таки должен жить в балансе, потому что для вот этого морфогенеза отростков, нейронов, да, о котором мы говорили, мне язык стерся, я об этом говорила, нужно гормональный стресс. Понимаете? То есть, к сожалению, мы такие паршивые еще люди, то есть мы такие полуобезьяны, что, к сожалению, мы даже для самого творческого дела, самого разумного, рассудочного, там никакой еды, никакого размножения, вынуждены пользоваться половой системой для того, чтобы стимулировать морфогенез отростков. Это порог страшный, потому что, знаете, из чего вырос этот мозг с бороздами извинения? Из центров управления половым поведением. Большей подлости в эволюции произойти не могло. Именно поэтому, значит, мы чего бы ни делали, все фильтруется через это самое место. Но это порог человечества. Тогда осознанность, о которой многие... Что, что в кромче? Тогда осознанность, о которой многие рассказывают, это миф, получается... Осознанность чего? Ну, осознанность, когда человек осознает, что он делает, понимает, откуда... Это он рассказывает потом? Ну да. Потом все мы ужасно умные. С этим мы согласны. Ну вот, хорошо, когда то. Тогда вот проблем меньше становится. Скажите, пожалуйста, а какова вероятность того, что с нами произойдет ситуация, описанная в фильме «Терминатор»? «Терминатор»? Да. Если да, то когда? Маловероятно, конечно, что машины взбесятся. Они уж очень примитивные пока. Если будет идти все так же дальше в двоичном коде, будет также увеличивать разрядность, мощность, машина и прочее. Если будет таким черепашьим ходом, еще долго не наступит ничего такого. Но не дай бог, если начнутся, будут использоваться реальные биологические подходы. Я несколько консультировал таких и такие штуки. Меня это немножко пугает. Потому что проблема заключается в том, что, скажем так, если предельно упрощенно. Мне однажды задали такой вопрос. А вот вы могли бы нам помочь сделать искусственный интеллект хотя бы как у плоского червя? Я говорю, я-то сделаю. Но вы-то его потом не поймаете. Он будет делать все, что мы, только во много раз быстрее. Я говорю, вы спрашиваете, что вы мне предлагаете? Да, пожалуйста, можно. Да, есть, я знаю, каким способом. Но вы же его не поймаете потом. Никогда. Что вы будете с этим делать? А представьте себе, что это не плоский червь, который там свободно живущий в луже. Что это мышь хотя бы. Вот интеллект мыша. Или там крота. И что вы будете делать потом? Потому что вы его не поймаете. Он быстрее любого крота, любого мыша. Ну, представьте, что у вас все та же самая. Ну, быстродействие не 200 импульсов в секунду, а там как в машинках, в компьютерах. И чего? Вы одного не поймаете. А если он начнет размножаться? Понимаете, сделать можно. Вот просто такие задачи ставились. Но вы решите сначала проблему, как вы ловите его потом. Потому что это гиперпроблема. Создать-то можно, но управлять этим будет невозможно. И такие, я могу сказать, что такие задачи разрабатываются. Как ни печально. Да, давайте. Можно? Вопросы. Да, Сергей Иванович, здравствуйте. Вы говорили о том, что неизбежно влияние цифровых технологий на наш мозг, как губительное. Есть ли возможность минимализировать последствия и произвести нужный, по крайней мере, менее губительный симбиоз даже того самого искусственного интеллекта и человеческой психики, человеческого сознания? Да, конечно, можно. Дело-то в том, что оно нужно тогда, чтобы вся эта система была направлена не на гимбическую систему, а на рассудочную. Ну тогда вы ничего не продадите. В чем проблема-то? Да плевать. Что делать? А, что делать? Да. О, это следующая конференция. Хорошо, я понял. Спасибо. Я могу сказать, что я знаю более-менее, что делать, но это, понимаете, очень как с червяком, как с мышью искусственной. Это страшная вещь, потому что мы по наивности можем это сделать. Я примерно представляю, как это сделать. Не на двоичном коде, конечно, это корм на смех. Но примерные принципы те же самые, но тогда это будет неуправляемая система абсолютно. Ну, вы представьте себе, мыша с тысячекратным быстродействием, ну, заезд всех. Причем непонятно, как это все будет себя вести. То есть биологические принципы, я вам сейчас ключевое слово скажу, построены на принципах самоорганизации. Там даже самоспроизведение не так важно, самоорганизация важна. И вот здесь главный порог. Если мы будем запускать такие системы, они, конечно, нас поглотят. Здесь немножко страшновато. А поскольку все это коммерциализуется, понимаете, ну, невыгодно делать вещи, которые не будет никто покупать. Значит, надо сделать так, чтобы их все время покупали. А к чему надо обращаться? Ну, посмотрите, вон последняя выставка автомобилей. Кого там ставят? Девушку с ножками подлинней. Для чего? Для того, чтобы на автомобиле была ассоциация. Чего лимбической системы? Гормон вырабатывать. Чтоб мальчик запомнил, что это длинноногая поединя, конечно, если он залезет там в какой-нибудь смарт, она тут же к нему и прибежит. То есть, понимаете, вот этот идиотизм, он работал, работает и будет работать. Обращаются к лимбической системе, расширяют поток продаж. Обращаются к сознанию, к разумному, удобному, вечному. Фирма обречена провалиться, рассыпаться. Если не будет целевого, то, что я говорю, государственной воли, целевого направленного финансирования на вот это дело, которое для человечества, а не для того, чтобы решить проблему размножения и доминантности. Собственно, в этом дело. Давайте, чего? Сергей Ильич, Подождите, подождите, подождите. Сейчас, пять секунд. Есть еще время. Получим. А то лимбическая часть впереди идет. Вот стою. Да. Да вас слушаем. Здесь, здесь, можно? Сергеевич, попростите. Здесь, право. Вот у меня ваше мнение, как эксперта, с точки зрения вашего труда, морфологии, сознания, педагогической науки, воспитания детишек, особенно вот этот возраст шестилетний. То есть получается, что получается, что для неокортекса, нужно иной раз рукоприкладство с точки зрения воспитательного процесса. Это не самое лучшее мнение. Я сейчас администраю. Именно в ответ на ваш вопрос вот есть эта книжка. Называется «На морфология сознания». Первый. Я там разбираю о том, как вот мозг созревает внутри у трубы матери. С чего начинается? Почему он такой кривой? Почему, когда он рождается, дети толком ничего не видят? Бабки прыгают с бубенцами вокруг них. А что там, видите, у него цветного зрения почти нет, поле зрения 20%. Что, какая-то бабушка развлекается, что ли, сама? Для себя, наверное, приятно осторожнее подпрыгнуть. Но у детей мозг созревается по определенному закону. И, к сожалению, у нас получается так, сейчас меня будто обвинять в петроградстве, что у нас должна созреть система неокортикальная, она примерно вот неокортекс, более-менее готов к 7-8 годам. Поэтому раньше старались в школе 8-9 лет. Это, по-русски, когда в Савдепии понадобились солдаты, чтобы побольше, помоложе солдат под танки запускать. Вот тогда, значит, это начали снижать ответственность. Да и во всем мире по тем же причинам. То есть, на самом деле, наокортекс 7-8 лет созревает. После этого хотя бы на коре ребенок может относиться уже по-другому, скажем, более по-человечески, к тому, что окружает. Но вообще можно и попозже. Что вы хотите из этого ребенка сделать? Потому что на раннем возрасте вы нарабатываете так называемые социальные инстинкты. То есть, что это значит? Это такие же инстинкты, которые не выбьешь потом ничем. Только декапитация, то есть, усекновение головы. Вы их ничем не выбьете. Если вы в этом возрасте, а вы представьте, вот эта лимбическая система отдельный разговор созревает раньше, чем кора. И вы на инстинктивно-гормональной базе нарабатываете ему социальные инстинкты. Почему вот этих вот сирийских мальчиков, которые там убивали взрослых, и с ним уже ничего не есть делать? Все. Как это не печально? Вы ничего не сделаете с этим делом. Это не выбьешь ничем, потому что у вас нейрональные связи, на которых строится память, первыми будут формироваться в инстинктивно-гормональных центрах. А они определяют очень сильно поведение. Он до 25 будет подчиняться им, имитируя вам занятию, учебу, там все, по себе все знают, что рассказывать. То есть, получается так, что мы должны стараться до созревания коры, до созревания коры, поменьше давать то, что может ребенку помешать его жизни. Потому что, если это будет заложено в инстинктивно-гормональных центрах лимбической системы, это изменить и исправить нельзя. Но это, как почитайте, лорусы запечатлений. Если утка запечатлила бородатого мужика в качестве мамы, так она и будет о любви. У человека запечатления также растягиваются просто на всю жизнь. Они менее глубокие, но так же точно происходят. Поэтому маленьким детей нужно воспринять очень аккуратно. И то, что их мозг еще не может воспринять, давать им не надо. Вы можете научить его высшей математике. Вы можете в среднем возрасте научить там слагать стихи и передавать чувства, которые он никогда не испытывал. Но это будет подражание. Таких поэтест 14-12-летних было полно. Потом они все кончали или от алкоголизма, или от наркомании. Во всем мире это происходит. Когда сумасшедшие родители выжимают из детей таланта, которого нет. Они будут подражать. Мозг пустой. Вы представляете, огромный ваш мозг, еще раз шаг на секунду пустой. Вы умеете говорить, слушать, там петь, произносить слова. Он пустой. Вахрен. И можно залить чем угодно. Хотите поэтами, хотите высшей математикой, хотите геологией, чем хотите. И он будет показывать как компьютер, действительно, наборники, но он это неосознанно, потому что еще система мышления не сложилась. И наоборот, вы потом это не выбьете. Ну, делали так, вы знаете, великих музыкантов, исполнителей, то есть профессиональных. Если вы хотите, что вот из него сделаем, например, программиста, и все. Вот эта точка. Отлично. Делайте. Но вы имейте в виду, что, а вдруг у него способности кем-нибудь есть. Что ему потом делать, когда он вырастет? Мы же определить способности не можем, пока не достигнет полового созревания. И здесь возникла гигантская проблема. Поэтому да, сделать можно. Так делали всегда. Делали гиперспециализации с раннего возраста. Когда совпадает с врожденными способностями, получается гений. Но в девяти случаях из десяти не совпадает, тогда получается моральный инвалид или обреченный человек. Так что выбирать родителей. Небольшой регламент на объявление. То есть у нас время заканчивается. По два вопроса. Последние. Два с той стороны и два с этой. Давайте. Я буду покороче стараться. Здравствуйте. Глядя на себя и на своих коллег, я понимаю, что самосознание нам не очень-то надо. То есть я ем, юр, размножаюсь и пишу код, не особо осознавая, что я это я. Мне это не требуется. Но, ну особенно писать код, конечно. Можно не приходя в сознание. Но с точки зрения эволюции у нас сознание, самосознание есть. Конечно. И что это за вывих такой, когда можно прекрасно без него, но оно у нас как-то появилось за миллионы лет, что вот я это я. Да, это я, это я. Так очень просто. Дело в том, что все, это чисто эволюционный результат. Дело в том, что вы не все время могли жить, то есть наши предки не все время могли жить, пользовались исключительно лимбической системой. В этом вся проблема. И самое главное началось тогда, когда мы стали жить большими популяциями. Я просто отвечу кратко на этот вопрос. Почему? Потому что в большой популяции надо делиться едой. Для того, чтобы делиться едой, нужно ее не отнимать у соседа. Понятно, да? Ну, еды мало. Вы принесли еду, не хотите ни с кем делиться. С любимой лохматой девушкой, пожалуйста. А больше ни с кем. Вот чтобы начать делиться, у нас лобные области возникли не для того, чтобы думать. Какие там у неандертальцев, акроманьонцев мысли могли быть о высшей математике? Тоже мне мыслительный центр. Да нет, конечно, лобные области появились для одной простой вещи. Это гигантские тормозные центры, которые подавляют обезьяне поведение. Именно в лобных областях у нас много полей, которые в десятки, если там не, полтора-два десятка больше, чем у обезьян. Те, которые позволяют делиться пищей с неродственными особями. Это основа нашей эволюции была. Вот как только мы это начали делать, так мы стали людьми. Но для этого нужно же осознавать себя, понимаете, не отнимать косточку, попробуйте у любимой собаки отнять косточку. Она нас покусает и правильно сделает. А вы можете поделиться, даже будучи голодным, даже не с девушкой, своим кусочком, даже голодным. То есть вот эта система осознания самих себя вышла, родилась в нашем мозге из, собственно говоря, отказа от жесточайшей охоты за пищей даже в случае голода. То есть способств делиться едой, ну и чем вы видите, неродственными особями. Вот тогда возникло самоосознание, что вы должны осознавать себя и другого. А если вы не осознаете, то вы просто как собака кусаете его и все. Косточку не даете, любимую. Давайте еще. Сергей Таджи, Сергей Таджи, этот вопрос, там, вжививку, электронику, мозг, и там все помнить, обо всем знать, быстро искать, там какие-то участия. Да, 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 конечно. А вы уже все внедрили, в этот порядок. Вы внедрили, у вас айпад есть? Да. Ну, че ж. Нет, я имею в виду, все, включайте. Я имею в виду, использовать технические средства. То есть напрямую? Да, да, да. Но напрямую это не очень нужно. Потому что, понимаете, в чем дело? Напрямую мы столкнемся с тем, о чем уже касался, с индивидуальной изменчивостью. Почему вот эти все рукосуйства, когда говорят, мод протез сделали, теле-тре-тре-леведы, вот мы к мозгу подключили шапочку, мономаха, вот она дает. Ничего она не дает. Индивидуальная изменчивость полей и электроэнцефалографии ничего не дает. Можете купить себе, это недорого стоит и дома развлекаться. Все эти труды подвоите. Импульсы, к сожалению, там можно хорошо определить только эпилептогенные состояния после операции. Тут полезные, хорошие вещи. Да. А во всем остальном это ерунда. Обратите внимание, буржуи, я просто участвовал в нескольких проектах. Они сначала пытались с мозга снимать, а теперь посмотрите все их протезы. Что они делают? Они сажают вот сюда манжеты, которые снимают сигналы с возбуждения нервов и передают, поскольку здесь нервы конечное количество, их немного, просто передают сигналы на пальцы, которые отсутствуют. Они соединяют пальцы искусственные с этой системой, и вот система съемного сигнала не с мозга. С мозга не снимешь. Но если индивидуальные размеры полей у одного может быть составлять единицу, у другого пять, в пять раз больше. А разрешение вот этой электроэнцефалографии это в основном это, знаете, мелкое жульничество, когда там показывают, вот смотрите, с помощью мысли там мы двигаем что-то. Что вы можете двигать, когда индивидуальная изменчивость между полями в пять-шесть раз? Вы локализовать электроды не можете, не зная карты мозга. Я вам объясню, как есть, обучают людей или самостоятельно, или специально целенаправленно, очень простым приемом. Вы напрягаетесь определенным образом, когда вам надо двинуть. Ваш весь мозг должен получить определенное возбуждение, чтобы сдвинуть налево. Другой, огромная площадь, огромная часть мозга надо напрягать, чтобы сдвинуть направо. И таким образом достигают этого всего. А вы поставьте, почему руки-то не получаются. Длинная моторная область вот здесь лежит. Ну что, вот он сюда, два электрода, и управляй рукой. Покажите мне хоть один протез на этом принципе. Ни одного, нигде нет. Буржуи сделали такие протезы. Да, съемка с плеча. Все. Поэтому здесь эти фокусы делали еще, знаете, лет 30 назад. Показывали про управление мыслью компьютером. Это все одно и то же. И там слишком низкое разрешение электроэнцефалографа. И никакими дискриминациям вы погасить индивидуальную изменчивость мозга не можете. Это просто невозможно. А карты мозга прижизненные мы составить не можем только после смерти. Давайте вопрос. Здравствуйте. Наверное, с нашей стороны, если мы по очереди играем. Простите. Не дал поделиться. Я до этого поделился, сейчас уже отнял. Извините. Да, да. Спасибо за лекцию. Значит, сейчас, смотрю, очень часто употребляется такая комбинация слов эмоциональный интеллект. Вот на ваш взгляд, уместно ли вот их в такой комбинации употреблять? Вы про Минского, что ли? Я вообще, вот я сейчас только что внизу ходил, там книжек, пять книжек про эмоциональный интеллект. Ну, наверное, это этого, как у Минского. Да. Имеет ли смысл такая комбинация слов, существует ли он, на ваш взгляд? И можете дать какое-то лаконичное определение эмоций, вот, не знаю, на уме. Эмоции? Эмоции – это способ коммуникации между приматами, построенный на активности лимбической системы. Книжка «Эмоциональная машина» Минского, знаю ее прекрасно. Вы почитайте, что он там пишет. Она хинея же полнейшая. Мы, говорит, решаем любые задачи благодаря тому, что мы можем представлять образы, потом слова, потом пользоваться логикой. Он даже не понимает, что слова и логика – это одно и то же. То есть, на этом построено все. Это профанация какая-то чистейшая. Ну, вот. Я посмотрел на эту книжку, ужас какой-то. То есть, человек вообще не понимает, о чем пишет. Ну, у них там на Западе это принято. Это хорошо. Это тоже же эволюция. Вы знаете, сотрудников, вот я вам приведу один-единственный пример. Со всей современной технологией, со всеми развитыми способами. Вот стоят спортсмены, пловцы на чемпионате мира. Половина из них это отобраны с помощью интеллектуальных систем, тестов, биохимии, там, мол, биологии и прочее. А половина – это те, которые пришли в секцию и сказали, так, ты плаваешь как топор, пошел отсюда. Мне кажется, вопрос исчерпан. Вот когда половина стоит таких, половина стоит таких, это говорит не о том, что хороший способ подбора, а о том, что очень плохой способ подбора. Он построен на некоторых парадигмах, которые не всегда или в половине случаев не работают. Будет лучше, может быть, обязательно. Ну, давайте еще посетим. вопрос, Данил. Вопрос такой. В США у работников нашей сферы, айтишной, распространен микродозинг. Что, что, извините? Микродозинг. То есть, ЛСД, псилоцибин и тому подобное. Да, и это есть. Может, какой-то комментарий по этому поводу? Ну, это то же самое, что с кофе. Айтишник хороший, молодой, а дальше-то что? Бог себе. Они выжимают людей. Ну, вы меня извините, когда не было этого всего еще не так распространено. Математиков сажали на стряхнин. Не хочу называть фамилии выдающихся ученых, которые своих математиков сажали на стряхнин. Да, действительно, блестяще. Там приезжают на конференцию через два дня готовые неразрешимые задачи. Но то, что эти математиков приходилось менять, отвозя ненужных на кладбище каждые три года, об этом все молчат. Да, такая стимуляция есть, но имейте в виду, что любая стимуляция такого рода, она разрушительна для мозга. Разрушительна. И ничего вы не сделаете. Вы лучше работайте понемножку, но регулярно. Понимаете? Чем делать трудовые подвиги. Там за неделю написать какую-то программу или еще что-то. Понемножку регулярно. Мозг сохраните дольше. Вы поймите, что через 40 лет с вашим опытом, с вашими знаниями вы будете нарезать золото. И малолетние конкуренты в вашем возрасте будут вам смешны. Понимаете? Вот для этого нужно прожить время и сохранить свой мозг в рабочем состоянии. Поэтому не переутомляйтесь, не используйте никакой химии. Потому что, к сожалению, людей, обычно работодателям не жалко. Помните это. Они заинтересованы в отдаче, а не в вашей жизни. Будьте осторожны. Ну, а это все. Все, да. Спасибо. Спасибо. Спасибо.